Всем привет! Как известно, компания Lenovo в 2015 году на EFA представила ряд новых смартфонов и планшетов. И вот такой один сегодня у нас на обзоре. Называется эта модель Lenovo Vibe P1M. Итак, давайте взглянем на него. В комплектацию входит, конечно же, сам аппарат, документация, зарядный блок, кабель USB и наушники. Ну, комплектация вполне стандартная и без дополнительных сюрпризов. Итак, сам смартфон. Внешним видом он не блещет. Обычный дизайн, который встречается во многих аппаратах. Каких-то дизайнерских решений тут нет и выглядит смартфон очень обычно. На вид толстоват, но довольно удобных размеров и по весу тянет на свои 148 грамм. Основным материалом корпуса выступает пластик, окрашенный под металл, который проходит по периметру видеокантовки и тыльной задней крышки с софт-тач покрытием. В руке располагается смартфон комфортно и за счет нескользкой спинки из рук не выскальзывает. Что касается удобства использования, то тут все нормально. Телефон небольших размеров и пользоваться им удобно. По сборке претензий нет. Собран смартфон качественно, без скрипов и другой нечисти. Также стоит отметить, что корпус по периметру обработан водоотталкивающим покрытием, которое защищает смартфон от брызг и капель воды. Правда, сразу скажу, что нырять и опускать гаджет в воду категорически запрещено. Для чего это сделано совсем непонятно, но раз есть, так пусть и будет. Кстати, при покупке Lenovo Vibe P1M у нас вы получите дополнительно множество приятных бонусов. Подробности на сайте видеошопер.ру. Управляющие элементы, а именно качелька громкости, кнопка включения и камеры на привычных местах. На верхнем торце вынесен разъем для USB, а на нижнем расположились два динамика. Одной дополнительной фишкой является клавиша переключения режима энергосбережения, которую поместили на левый бок. Сама клавиша сделана очень неудобно. Чтобы переключить ее, придется задействовать ногти, так как сама она практически не выпирает из своего паза, и если вы захотите переключить ее подушечкой пальца, то ничего у вас не выйдет. Lenovo P1M получил IPS-экран диагональю в 5 дюймов с HD-разрешением. Экран не идеален, но и не так уж и плох, как может показаться со стороны. Запас яркости высокий, угол обзора хороший. На ярком солнце экран немного бликует, но пользоваться им довольно комфортно. В настройках есть возможность корректировки эффектов по технологии My Air Vision. Тут три режима экрана. Заводской, режим повышенной яркости и настраиваемый, где можно отрегулировать яркость, резкость, контрастность и цветовой тон. Работает смартфон на четырехъядерном 64-битном процессоре Mediatek MT6735M с тактовой частотой 1 ГГц. Оперативной памяти 2 ГБ, собственной 16. Есть возможность увеличения за счет карты памяти microSD до 32 ГБ. Сам слот под карту памяти находится под задней съемной крышкой. Работает аппарат довольно шустро. Лагов при повседневных задачах нет, с программами P1M справляется хорошо, что не скажешь, конечно, об играх. За работу графического ускорителя отвечает Mali-T720. Обычные легкие игрушки смартфон переваривает нормально, а вот с тяжелыми уже справляется хуже. Во время максимальной загрузки устройства нагрев корпуса практически отсутствует. Если же брать аппарат в работе в целом, то обычным пользователям его хватит с головой. В качестве ПО установлен Android 5.1 с фирменной оболочкой. Тут все без каких-либо изысков и примочек. Все довольно обыденно. Можно создавать папки и группировать в них приложения, добавлять рабочие столы и менять фоновый рисунок и темы. Внутреннего меню приложения нет, и все установленные ярлыки падают сразу на рабочий стол. Сама оболочка шустрая и легкая в управлении и настройке. Из коробки есть много фирменных приложений. Полный набор от Google, программа для работы с документами, социальные сети ВКонтакте, Twitter, Facebook, а также диктофон и игрушек. Из каких-то внутренних примочек все скромно. Каких-то сенсоров отпечатка, разблокировки двойным тапом и других функциональных фишек тут нет. Все довольно скромно и простецки. Что касается аккумулятора. Тут его емкость 4000 мАч. В работе скажу я вам, что он показал вполне хорошие результаты. При средней нагрузке мне хватило заряда почти на два дня работы смартфона. Если подгрузить его более серьезнее, просмотры фильмов, игрушки и работы в интернете, то заряда хватит на обычный рабочий день. Ну и конечно же есть режим энергосбережения, который можно запустить с кнопки на левом боку смартфона. После переключения стандартный рабочий стол сменяется на упрощенный, предлагающий доступ только к наиболее востребованным функциям. Также есть возможность быстрой зарядки, где смартфон за 15 минут заряжается процентов на 25. До полной же зарядки потребуется примерно 2 с небольшим часом. Далее остановимся на камерах. Ну как обычно и стандартно их тут две. Фронтальная камера для видеозвонков и селфи на 5 мегапикселей. Основная на 8 мегапикселей со вспышкой и автофокусом. В настройках все очень просто. Есть пару режимов, панорама и эффекты. В настройках можно выставить баланс белого, ISO, режим съемки, соотношение сторон и другие стандартные установки. Запись видео возможно в разрешении 720p. Какие фотографии и видео делает камера, смотрите по тестовому ролику. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Ну и быстро напомню, что при покупке гаджетов в нашем магазине, если аппарат не понравится в течение 14 дней, мы вернем вам деньги без всяких экспертиз и ожидания. Подробности на сайте видеошопер.ру. Из беспроводных коммуникаций есть конечно же Wi-Fi, Bluetooth 4.1 и GPS. Также Vibe P1M работает с двумя сим-картами, что делает смартфон более универсальным. По звуковым качествам смартфон на среднем уровне. Не могу назвать динамики громкими. В шумном месте звонок можно не услышать. Что же касается звука в наушниках, то тут также все скромно. Какими-то суперзвуковыми качествами смартфон не обладает. И по качеству звучание все очень средне. Ну, в общем, все. Подведем итог. Lenovo Vibe P1M не идеален, но со своими обязанностями он справляется на отлично. Если вы не играете в игры, вам нужна надежность и хорошая автономность при стабильной работе, то обратите внимание на этот аппарат. Он совсем неплох, как выглядит с виду. С вами был видеошопер.ру. Подписывайтесь на наш канал и переходите по ссылке в наши группы ВКонтакте, Инстаграме, Твиттере. Ну и, конечно же, не забываем ставить лайк. Пока!